а а а а а а а а а и всем привет дорогие друзья подписчики моего канала с вами пиксель мы сегодня будем играть назад в будущее второй эпизод нового игра да уже давно эпизод но как-то не получалось ну и вот снимаем telltale games блин telltale games если честно на довольно таки хорошие игры делают типа такие интерактивные суббота 30 13 июля 1931 года машина будущего эпизод 2 достать танина так delorean крутяк да да что происходит я не знаю если только не завтрашней газета она все еще у тебя Да. Местный бухгалтер избит и брошен умирать. Вчера вечером у входа в здание суда был насмерть избит местный бухгалтер Артур Макфлай. Мы его дедушку хотят убить? Никаких сомнений, подручные Танена. Вероятно, в отнеску за то, что Артур дал показания по той повестке. Что же нам делать? Пока не знаю, что делать. Жесть. Но судя по всему, твой дедушка неудачно поскользнулся на пороге суда пять минут назад. Лицо моего отца пропадает со снимка. Так временной поток реагирует на смертельные раны твоего дедушки. Это означает, что ни твоему отцу, ни тебе не суждено родиться, если только... Когда ты в последний раз видел дедушку? Четыре часа. На городской площади. Дадим ему время для дачи показаний. Верно. Нужно быть осторожными, чтобы не встретить самих себя. В твоем случае это не вызовет проблем, где ты сидел в тюрьме. Ладно, пора двигать, пока нас не на себя полиция. Несмешно! Отойдите от машины и поднимите руки! Ух ты. Док. Правильно, Док. Подержи его в напряжении. Он не должен догадаться о моем присутствии. Понял. Значит, все, да? Что это? А чем это вы? Черт! Я слышал там какой-то звук. Думаю, вам показалось, инспектор. Так, норма. Прекрасно. Похоже, я поймал беглого преступника. Карл Саган, поджигатель. Подозреваемый в поджоге, с вашего позволения. Ну, блин, ну ты знал. Док. Что это за тачка такая? Не приближайтесь! Это опытный образец, все еще в разработке. В любой момент может взорваться. Или сорваться с места без предупреждения. Да, где ключи? Да, ладно. Вылазь! Она что, заграничная? Какая-нибудь германская или вроде того? Что? Сделано в США. Сделано в США. Так, ну ничего мне тут делать, ребята. Смакивать на штучки из Бака Роджерса. Через год все будут ездить на таких малышках. Вот опять. Думаю, у вас разыгралось воображение, инспектор. Ну ладно. Да ну, 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 нафиг. Красота. Не удивлюсь, если за вас мне дадут повышение. Вы пользуетесь большой популярностью в Хилуэле. Очень рад это слышать. Надеюсь, вы не возражаете, если мы немного отдохнем и подождем. Ключи. Я не возражаю, но у машины могут быть другие соображения. Так. И за руль. Нет, теперь я определенно уверен, что там кто-то есть. Боже. Мне хотелось бы лучше рассмотреть эту резвую машину. Что это? Вот там в кустах. А? Я ничего не слышал. Я думал, что это возвращаются в мои сообщники, но возможно мне показалось. Вот. Заводи. Эй! Стой! Ха-ха! Езжай! Спасай своего дедушку! Я продержусь до твоего возвращения! Будет сделано, да! Нормально. А? Откуда звуковые эффекты по... Ау! Все нормально. Что это было? Что? Что это было? Мистика и абсцент. Блин, реально. Во второй раз прохожу эту игру. И она мне очень-очень нравится. Даже не во второй, а в третий. Так. Без пяти пять. Артик должен быть где-то тут. Наверное, он у окружного прокурора. Вот он! Теперь мне нужно добраться до него раньше, чем... Мистер Крокет! Здраво. Тебя не хватало, блин. Сраная Эдна. В положении, в котором оказался бедный мистер Саган. Я узнала, что судья Браун намерен завтра его освободить. Я в этом сомневаюсь. Что вы хотите сказать? Неважно, послушайте. Может, мы побеседуем позже? Мне срочно нужно бежать в суд по делу. Правда? По какому? Ам... Да блин, тут полная чушь какая-то. Ну ладно, мне кажется, это не повлияет так, мой дед. Вот присяжный... Моего дедушку пытается засудить его любовница за неуплату алиментов. В общем, все это очень сложно. А, ну хорошо, не буду мешать. И держите на привязи свою злобную псину. Надеюсь, вы в курсе, что у нас есть специальные законы. Конечно. В курсе, в курсе. Ух ты. Так, стоп. Поставлю я-ка субтитры. Так, советы, субтитры, субтитры. Включим. На всякий случай. Упросим себе жизнь. У-у-у-у. Вчерашний март, ты прекращай болтать и уходи. Эйнштейн. Блин. Эйнштейн унюхал мать. Эйнштейн пошел задницу. В чем дело? Восик. Сидеть, уходи. Прочь, просик. Прочь. Да не. Ух ты, дрессированный. Ух ты, палочка. Эйнштейн. О-о. Это плохо. Белку учу, Эйнштейн. Ммм, да. Пошел, пошел. Ах ты. Хорошо, давай поиграем. Так, куда кинуть? Не-не-не-не. Эйнштейн, куда? Что такое, Эйнштейн? Хочешь палочку? Хочешь за них бить? Так. Хочешь палочку? Хочешь за них бить? Я не хочу получить палкой по голове. Как я тебя понимаю, чувак? У-у-у, действительно, я, кстати, забыл. Эдна. Получай. Вы. А там писала ты. Уберите от меня, я уж лобную тварь. Фуэнштейн, отстань от этой милой дамы. Мои тупли. Милой дамы. Молодец Эйни. Теперь нужно пробраться в здание сюда и вытащить оттуда Арти, пока бандиты Танана... Блин. Русская озвучка, конечно, любительская. Не, ну, нормально, просто немного забагованная. Здраво. О, боже. Привет. По моим расчетам, двигателю полноразмерного реактивного бура потребуется мощность 1,21 киловатт. Ты не проверишь мои вычисления, чтобы убедиться. Где-то я это уже слышал. Да, да, но мне нужно попасть. Надеюсь, мы туда молнией бить не будем. Так, ему нужны... Оказания, ему нужна помощь, совет. Он, может, не знает, где находится кабинет окружного прокурора. Его проводит секретарь. Давай, разве нам не пора приступать к работе? У нас же время не в обрез, разве нет? Ну, да. Начинай без меня. Конечно, начинай без меня. Повернись и иди. Короче, через пару минут я тебя догоню. А? О, чёрт. Господи, да что же это такое? Что-что? С кем ты разговаривал? Я с тобой разговариваю. Нет, до того, как я с тобой заговорил. Ни с кем я не говорил. Я рассчитывал параметры реактивного бура. Нет, я имел в виду после. А, неважно, пойдём. Иди за мной. Да. Я уж подумал, что никогда не уйду. По крайней мере, теперь никто не помешает мне зайти внутрь. Да ладно. Почему-то у меня плохие предчувствия. Так, дверь здания суда. Открыли вас. Открыли... Эхе-хе-хе-хе, ребята. Держи, держи его. скидыш мафиози страны бен витаска лета лучше мне разыскать их пока я снова не стал исчезать надо бы так все детей вида 3 длится как надо так прям антил даун какой-то чисто наш там оттвай пойдем повидаемся с боссом да это плохо плохо назад будущее игра хотя бы не мультик поживает мой любимый бухгалтер припудри носик нам нужно поговорить о делах видите себя хорошо мальчики я тоже мистер так далее мы тоже в восторге теперь исчезни ну ну вы в своем уме о чем вы только думали когда притащили сюда этот рыбико мы думали что это была твоя первая ошибка не надо думать посмотри на меня ты видел чтобы я когда-нибудь думал конечно у тебя ж мозгов нету не нужно отвечать просто затащите его внутрь выясните что он рассказал окружному прокурору а затем избавьтесь от него думаю мы с этим справимся хорошо а теперь если не возражаете мне пора найти поджигатель кто-нибудь из вас собирается заносить все эти ящики мы займемся этим малыш малыш почему мол ладно ну что ж а мне кажется или он не успеет попасть туда как можно скорее лучше попасть туда как можно скорее чувак что у нас в инвентаре так фото джорджа макфлай дневник док ключи от делориана и не туда так так ну что дверь нет не 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 чувак это плохо это плохая идея что тебе нужно что меня послал кит я должен проверить нет ли у вас крыс ничего ничего ты не должен права решить задачу сходу не надо да это плохо вот вот что нам надо содержимое помешать помешать зубчик биток протрика пол от крови биток можно подумать я не гангстер а прислуга да не не загрустил ну и кто из вас будет первым мафиозом ты довольно увечу стоять для безрухой девчонки что там происходит упс я тебе не мешаю вообще-то я тут пытаюсь вести допрос по всем правилам куда поставить да просто брось за стойку сейчас я тебя самого брошу а что там назад будущее давай арти проклятие сколько хлороформа ты вылил на тряпку ну что потому что теперь я не знаю как разбудить нашу спящую красавицу дай попробую а сейчас начинается квест эй арти расскажи нам что ты делала окружного прокурора а в а а видишь чем приходится работать таганка похоже он друг нет за их проснись ой блин хихихихи после нового года первое июля через несколько дней мы должны открыться и выруби наконец эту вывеску эль так все соня blade так что-то я немножко тут все-таки помню тут какой-то числа номерок 2330 шифр для сейфа зай как там портрет реки можешь взглянуть да ё-моё эль кит кнопка тревоги скидыш в чем дело но вернулась тревоги да ну ладно что слепой чем может ему ключами глаз клятвия простудок такси у бутылочка бутылка канадский виски макдермат макдермат хлорофен хлорофен бери не удивительно что арти так вырубил только но стричь и все никак не выходит а кстати я помню так за и проснись без денег наверно это простуду какая там простуда нанюхался своих красок один есть остались еще два наркоман нанюхался красок да жопу ты ничего не слышал ничего не слышал а 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 да ладно ну еще один наверно надо было бутылка испытываешь скидыш не как заставить не нужно брать сразу 2 мало ли за звенья мало ли так жопа Вау Скидыш Нет, надо как-то этого толстяка 60 градусов, ого О, нифига Упты Кнопушка Скидыш Ау Аха-ха-ха-ха Баааиньки Баааиньки Так поднимись на кухню и встать новый Вот Стоя Бывали длиннистровые Нет, я лучше заменю предохранитель Ха-ха-ха-ха-ха Бывали длиннистровые Вау Проснись, Соня Сюда иди Вонючая паскуда Сейчас получишь по голове шестьдесят градусные вино мильчо это коньяк коньяк это шуста скидыч м приема в розу и карата ул ул все нормально я не перестал ул ваще крутяк норм класс а вы думаете ул у него че рот кружится пошли артем ну ладно что пока эти скоты тебя не убили ну ну че они собрались меня убить замечательно это не смешно парни ха ха он там застрял ладно ух ты идеальный расчет нам нужно еще кое-кого подобрать и и и и за тобой невероятно значит теперь мы можем отправляться домой еще рано нам все еще предстоит связать концы с концами нет не надо меня больше связывать он приходит в себя нормально че пожалуйста будь осторожен тебе опасно по и 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 Вы федеральные агенты? Ага. Что-то в этом роде. Конечно, всё, что угодно для дяди Сэма. Я останусь здесь и подожду эту усилию. Но до тех пор и носа не высуну. Умница. Когда я могу надеяться убедить вас? Сэма. Это было очень рискованно. Как думаешь, с ним всё будет в порядке? Ты же перестал исчезать, так? Кроме того, Артур будет в полной безопасности до 25 августа. 25 августа? В этот день мы лошатанами наконец-то упрятали за решётку. Как там фото твоего отца? В порядке. Хорошо. Давай выбираться отсюда, пока мы случайно не переизбрали Гувера на второй срок. Та-да-дам-там-там-там-там-там-там-там. Есть. Круто. Прям как GTA San Andreas. Помните, я делал обзор модов. На GTA там тоже такая Делориан была. Ну, на вид вроде всё в порядке. У меня ещё были в Skin Selector и скины, и там различные. Дока, Марки. В домах, Лайв. Дома, МакФлайв. Можем зайдёшь к нам в гости, посидишь немного. Я хочу, чтобы отец убедился, что с тобой ничего не случилось. Я бы не прочь, Марки. Тебе нужно идти. Понимаю, док, у тебя своя жизнь. Тебе нужно воспитывать детей и всё такое. Мне нужно зайти в банк и остановить распродажу своего имущества. Ау. Ау. Найди своего отца. Я вернусь через час. До встречи, да. Вроде всё норм. Хотя не тут-то было. Хорошо. Хорошо. Вообще супер. Так. Я щегец из-под молока. Мне кажется, из-под пива. Эй, есть кто дома? Что-то случилось с моими ключами? Пожалуйста, не сейчас. Завтра мне нужен ещё один день. Это Марти, пап. Открывай. Марти? Нет, это невозможно. Марти уехала с города. Ха. Почему-то у меня плохие предчувствия. Да. Ты же видел меня вчера вечером. Разве ты не помнишь? Распродажу до Каделой. Это подстава. Убирайся. Оставь нас в покое. Неужели мы недостаточно пострадали? Мама? М-м-м. Позови Дэйва и Линду. Они уехали из города много лет назад. И ты бы знал об этом, если бы действительно был Марти. Да ладно. Как я могу доказать? Расскажи мне что-нибудь такое, о чём мог знать только Марти. Ах. Так. Как ты встретил маму? Как я получил свой шрам? Какой шрам? Что я сделала, когда мне было 8 лет? А, это когда дом поджёг. Ты впервые поцеловал маму на вечеринке очарования морских глуп... Всё верно. Всё верно. Что? Дурацкие замки. Ааа, мои уши. Марти! О боже, папа. Что с тобой случилось? А ты как думаешь, придурок? Ух, карлик. Би? Мы, кажется, запретили тебе появляться в городе, смартёк. Би, что бы ни случилось, уверен, мы всегда можем договориться. По-хорошему. Кто они такие? Как будто ты не знаком с Клиффом и Риффом. Как думаешь, что нам с ним сделать, братец? Да. Именно то, что нам следовало сделать давным-давно, братец. Это плохо. Мне это начинает нравиться, Макфлай. Погоди-ка, погоди, я пытаюсь сообразить. Ааа. Что вы сделали с моим отцом? Твой отец сидел в инвалидном кресле, когда ты ещё не родился, придурок. А ты молись, чтобы у него нашлось ещё одно, потому что через пару секунд оно и тебе понадобится. Увернуться. Присесть. Уф! Би! Банда Таненов. Значит, Таненов что-то вроде второсортной мафии? Эй, думай, кого называешь-то рассортным. Банда Таненов занимает пятое место среди самых опасных банд в Калифорнии. У нас везде есть связи. Не может быть. Ты мне не веришь? Бифф, нет! Бах! Ха-ха! У-у-у. Зацени! Вашей семье от моей семьи в знак признательности за неоценимые услуги. Джей-Джей Валенти. Это от Дона Валенти, крёстного отца из Сакраменто. Да, это жесть. Третьей самой опасной бандой в Калифорнии. У-у-у-у. Увернуться. Скажите! Ха-ха-ха! А что насчёт моей мамы? Я хочу спросить, почему она осталась с папой? Понятия не имеем. Наверное, ей нравятся неудачники. Она могла выбрать любого из нас, но предпочла убогого Макфлая. Так... Увернуться. У меня вопрос. Ээээ, что я вам сделала? Ха-ха-ха! Чего вам надо? А что вы вообще здесь делаете? Раз в месяц особое время платить? Обычно мы берём наличными, но на этот раз в виде исключения можем обойтись твоей шкурой. Так, подпрыгнуть надо. Эй! И вот ещё что. Эээ, что я вам сделал? Ха-ха-ха! Послушай, давай зароем топор войны. У меня есть идея получше. Давай я зарою этот топор в твоей башке. Так. Ладно, но... Эээ... Би, что с тобой случилось? Когда я уезжал, ты немного побаивался моего отца? Побаивался? Ха-ха-ха! Никто из Танненов никогда не боялся Макфлая. Так. Присез. Эээ, ещё один вопрос. Откуда взялись другие Таннены? От мамочки Таннены, папочки Таннена. Это называется размножение, кретин! Да ладно. Ладно, расскажи мне обоих. Больше никаких вопросов! Так. Я до сих пор не понимаю. Эээ... И как долго вы обираете моего отца? С того школьного вечера, когда Джордж избил Пифа на парковке! Ха-ха! Заткнись, это не смешно! Кто свяжется с семьёй Танненов, должен помнить, Таннены никому такого не прощают! Так, прыгать не... Ай! Я до сих пор не понимаю. Почему бы вам не доставать кого-нибудь другого? Мы так и делаем! Вас тут таких много! Это что-то вроде хобби? Ладно. Ладно, расскажи мне обоих. Больше никаких вопросов! Присесть. Ха-ха-ха! 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 Да ладно! У-у-у, чемордался! Как два пальца! Да! Ты зачем мне поддался на уговоры этой шлюхе и оставил в живых твоего деда? Ага! У-у-у, кит! Кит! Касатка! Ха-ха-ха! Никто, Хилл Вэлли, не смеет вставать на пути семьи Танна! У-у-у, а это уже настоящий Рио-Ольвер! Так! Жопа! КСГУ! Да! Здраво! Залезай! Это временная линия искажена! Не сомневай! Прощай! Какой-то из наших поступков в тридцать первом году позволил малышу Танану избежать право-цуки! В результате семья Тананов терроризировала Хилл Вэлли на протяжении пятидесяти лет! Хм... Ну что? Они ограбили зал игровых автоматов! Нам нужно вернуться в день предполагаемого ареста малыша Танана и выяснить, что же пошло не так, и все исправить! Или тебе придется навечно потериться в городе Тананов? Ни за что в дом! Погнали! Летающий Делориан? Ничего не скажу! Хм... И вот мы опять тут! Ладно, док, давай повторим еще раз! Сегодня ночью малыш Танана должна предать его любовнице! Кивичка по имени Крюк Секротер! Малышка, которую я видел у подпольного бара! Точно! После того, как она это сделает, Танана арестует молодой полицейский Дэнни Паркер! Ладно! Паркер, как думаешь, имеет ли он какое-то отношение к моей девушке Дженнифер Паркер? Возможно! Тяжелый случай! Как бы то ни было, мы изменили историю таким образом, что ни одно из этих событий не случилось, а твоя семья на долгие годы оказалась в рабстве у преступного клана Тананов! Ты должен вернуться в подпольный бар, выяснить, что именно пошло не так, и добиться оверста малыша Танана! Не вопрос, док! Сейчас только шляпу надену, и я готов! Ну-у-у! А усы точно нужны? А как же? Макфлай! Нельзя! Макфлай! Ты был бы был догадался, что ты есть тот негодяй, который помешал ему прикончить меня! Ты уверен, что не сможешь... Пиксель! Зайпиксель! Слишком опасно! У тебя неприметное лицо! Его довольно просто замаскировать! А с тех пор, как я благополучно улизнул от полиции и бандитов, Моими портретами украсили стены отсюда и до самого Рино! Неприметно! Я найду укромное место и спрячусь! Ночлежка идеально для этого подойдет! Если я тебе понадоблюсь, ищи меня там! Ну что, ребята? Ну блин! Вы направляетесь в подпольный бар Танена! Я угадала? Да! Да! Вы не покажете мне дорогу? Вниз! Прямо вниз! Последняя остановка перед адом! К сожалению, я не могу вас остановить! Но прошу ненадолго задержаться и послушать мою песню! Ну ладно! Мими-ми-ми-ми-ми! Ты говоришь, что потерял достоинство и че-а-а-а! Что? Во имя Господа, что за... Простите, мисс Трикланд, мой экспериментальный образец немного сбился с курса. Мистер Браун, что делает в машине эта собака? Что делает? Ну, улучшает условия жизни делю... Привет, Сони! Сони? Мистер Крокет, куда это вы так вырядились? Эээ, под прикрытием. Ну что, ребятам, тут мы, наверное, закончим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мы играем назад в будущее. Дарый эпизод. С вам был Пиксель. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok